Добрый вечер, друзья. С ночного хайвея. Вопрос вам задает Светлана. Зачитаем. Долго собиралась вам написать. Просто теперь это трудно делать. Пишу сообщение себе в почту, а потом копирую на компьютере в личные сообщения на youtube. В айфоне нет опций личных сообщений на youtube. Ну или я их не нашла пока. А на клавиатуре комбо нет русской раскладки. Как-то в 2012 году я набрела на ваш канал. Потом слушала субботние вебинары. Тогда узнала про визу H1B. И хоть мое образование к ней отлично подходит, но прямое отсутствие работы по специальности в отрасли сводит эту возможность на нет. Конечно я бы участвовала в лотерее и благополучно пролетела. Но тогда на одном из вебинаров вы четко мне ответили на мой вопрос вопросом, почему я не пробую через брак. И я диверсифицировала свои усилия. Конечно я участвовала в лотерее. В следующем году, например, поиск работы вела исключительно в IT или майнинг. Я закончила керосинку. Параллельно вела работу на сайтах знакомств. За это время много всякого случилось. Хорошего, потому что любой опыт, даже негативный, это в первую очередь опыт для человека. Вот этот правильный подход. Молодец. Буквально через пару месяцев после вашего совета попробовать через брак. Я познакомилась с мужчиной. В тот момент он работал в Хьюстоне, а сам из Минниаполиса. Сразу скажу, мы общались почти год, встречались несколько раз. Но ничего из этого не вышло. Но благодаря ему я прилетела в Хьюстон и поняла, что мне нравится USA и я могу жить здесь. Но до этого я гостила в Нью-Йорке у родственников и мне не понравилось. Во всяком случае, я рассматривала только варианты Европы. Параллельно я устроилась на работу в небольшую компанию в Москве, которая занимается разведкой твердых полезных ископаемых. Много ездила в командировку в Африку, в Ладенскую Америку. Еще больше потянула язык. В общем, вела с одной стороны обычную жизнь, а с другой все равно работала на цель. То есть, видимо, это не дейта майнинг был, а настоящая добыча, шахты, да? Ну, не знаю. А с другой все равно работала на цель. Сейчас я happily married woman, живу недалеко от Хьюстона и оформляю документы. Так вы что, за кого? Ну, нашла кого-то. Я не считаю, что это был ваш волшебный пинок. Просто взгляд другого постороннего человека со стороны на ситуацию иногда дает гораздо больше. Спасибо. Ну, то есть, это не вопрос. Это не вопрос. Это письмо. Да, да. Ну, я хочу сказать по этому поводу, что вот все, что женщина здесь описала, она интуитивно действовала абсолютно правильно в рамках как раз управления событиями. Что-то имеет в виду под интуитивным? Ну, она же не знает, как управлять событиями на уровне знания, но она все сделала правильно. То есть, она сделала разные варианты, да? С одной стороны, у нее специальность такая. И тут она работала, и сюда она приехала. Она в лотерею участвует, да. Но в этом не заострялась. То есть, она сделала много разных шагов в разных сферах, да? Да. И в итоге у нее получился тот шаг, который вначале даже и не получался, да? Вроде она там приехала, и что-то у нее не срослось. А сейчас вроде получилось. То есть, вот это просто яркий пример того, что управлять реальностью можно, не зная особых основ, да? Но если делаешь это осознанно, оно, да, оно получается не хуже, а может быть даже немножко лучше. Но ты из этого вывела что-то, относящееся к управлению реальностью. Я из этого вывожу другой вывод. Я говорю о том, что есть девочки и мальчики, которые теперь свободные, понимаешь? И они напряженно там пытаются через какие-то сложные варианты и политическое убежище, профессиональные миграции, через бизнес, через студенческие визы и так далее. И обратив внимание, что девочка говорит, что она happy demerit, то есть она в счастливом браке, понимаешь? Это не значит, что она там торгует собой или она променяла там, я не знаю что, на американскую прописку, понимаешь? Там лимитчица такая. Вот, поэтому, почему же нет? Понимаешь? Люди по обе стороны океана мечтают создать семью, понимаешь? Найти друг друга, найти свою половину. Ну и благо сейчас интернет, конечно, в значительной мере помогает им это сделать. Это невозможно даже сравнить с тем, как это было 20 лет назад или 30 лет назад. Просто несопоставимо, понимаешь? Поэтому я думаю, это письмо просто лишний повод, Нет, это письмо на самом деле меня радует. Знаешь почему? Потому что это как раз и есть тот фидбэк, которого мы ждем вот от людей с такими ситуациями, которые задают такие вопросы. И это очень приятно, такой вот получить действительно вот результат, да? Это очень приятно. Это здорово. Я хотел бы с другой стороны взглянуть. Я хотел сказать, что для тех, кто нас слушает, для тех, кто нас слушает, это письмо фактически, это мотивация в широком смысле к тому, чтобы искать какие-то альтернативные пути и не зацикливаться на чем-то одном. А с другой стороны, это путь конкретный. Понимаешь? Это конкретный абсолютно путь. Я знаю, что есть пренебрежительное отношение к этим бракам, вот таким непонятным там по переписке в интернете. Хотя я хочу сказать, что я видел очень много совершенно счастливых, замечательных браков даже среди наших соотечественников. Вот, например, у нас в офисе работает Настя из Кишинева. Она со своим мужем познакомилась в Кишиневе же. Они оба из Кишинева. Познакомились где-то вот так на сайте. Поэтому это неплохо, это здорово. Ну, в то же время мы знаем, что там такие есть мошенники, которые деньги поциканивают. Это в обратную сторону поток. Да, это не мошенники. Это мошенники, которые там поциканивают деньги из мужиков наивных, которые здесь. Это совсем другой процесс. То есть людям, которые там живут, этого опасаться не надо. Вот, так что, ну что ж, здорово. Давай порадуемся за девушку. И я хочу сказать так, как тост, чтобы все, кто нас слушает, чтобы у них был повод вот такое хорошее письмо написать. Да, да, мы их будем ждать. А мы будем ждать. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok